За что? Это что, за федерализацию? Это что, за русский язык? Разве это за защиту правных действий? Нет, это чистая мороженка. Это чистая мороженка. А куда вы показываете? Ну, в сторону. А там, где сейчас идет заодно. Я со Славянска. Вы в сторону Славянска показываете? Что? Я со Славянска. Вы в сторону Славянска показываете? Нет, я показываю там, где на сегодняшний день страдают в Верлении. Где мирные люди. Да, и вот надо на сегодняшний день сделать все, чтобы был мир по всему Донбассу. И вот я приехал сюда сегодня объявить, что я даю приказ о прекращении огня, чтобы больше никто не стрелял. И я очень прошу вас, чтобы мы молились Бога за то, чтобы это приказ был, чтобы прекращение огня это было для всех. Чтобы с той стороны тоже это услышали и перестали стрелять. Чтобы люди наконец-то начали договариваться. Правда же Богу больше. Согласны? Вы знаете ответы на все вопросы? Поэтому это, на сегодняшний день мы, нет смысла, нет причины, ничто не толкает людей. Дайте приказ сегодня отозвать вас. Нет. Смерть не может радовать православных. Вы же православные. Я православный. Я даю сегодня приказ прекратить их и сложить оружие. Петр Алексеевич, один вопрос еще можно? Смотрите, мы из Красного Куста, мы эвакуируем людей сюда. Первый вопрос, когда люди там их вывозят, они спрашивают, когда они могут вернуться обратно. Я очень надеюсь, что это будет после сегодняшнего приказа прекращения огня. Я очень надеюсь, что вот эти детали, мы в планах мирного регулировали, которые будут предполагать собой не просто прекратить огонь, выделить средства на того, чтобы отремонтировать разрушенные дома, чтобы людям было тяжелее. И все это сделать за счет государства. Восстановить рабочие места. Сделать проблему, чтобы громада решала, на каком языке я делаю. А вы хотите, чтобы вы хотите к этому привлечь в рамках сотрудничества? Если мне не нужно, чтобы вы не спали, помогали. Вчера я провел первую встречу сначала со всеми субъектами местного самоуправления Донбасса. Я пригласил мэров, пригласил депутатов местных советов, пригласил глав местных советов. Это были не назначенные президенты, это были избранные людьми. Это была первая встреча. И второе пригласило всех, 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 всех. Были там все герои Украины от Донбасса, весь крупный бизнес, в котором все директора предприятия. Вот презентация мирного плана. Вы за? А в Синней области? Харьковская, Запорожская? Там сегодня нечего обсуждать. Там все за это. А вот на сегодняшний день там четырем мэрам городов с оружием в руках засветили приезжать. Мы говорим о мире, а их не пускают. Разве это правильно? Петр Алексеевич, все в ваших руках, абсолютно все. Вы же избрали. Петр Алексеевич, в Лавре находятся диабетики, люди, у которых есть эпилептические припадки, медикаментов в городе нет. Ну вот, такой такая информация, что в определенный момент нас могут перестать сюда пускать. Гуманитарная помощь. Смотрите, я объявляю сегодня прекращение огня. Если прекращение огня наступает, то мы получаем возможность доставить сюда лекарственные медикаменты. Здесь-то еще относительно нормально. Да, есть здесь люди перемещенные, люди, которые вынуждены были уехать. А представьте, что творится в зоне действия АТОМ. Захвачены банки, не ходят в платежи. Мы были там, мы были в Союзе, мы возим туда гуманитарную помощь регулярно. Захвачено казначейство, пенсионеры не имеют возможности денег получать. Зачем вы банки захватываете? Обращение. А по поводу людей, которых мы уже вывезли в Харьков, самого Славянска, вот из Донецка, Славы постоянно вывозим. У них один и тот же вопрос, даже не то, что вернуться, а получить пенсии. Потому что сейчас харьковчане собирают деньги и начинают им давать. Бюджеты местные смогут это обеспечить? Я провел заседание Совбез. В рамках Совбеза я отдал приказ. Как только мы объявляем режим прекращения огня, в тех городах, где он поддержан, мы сразу же включаем и режимы казначейства, и режимы выплаты пенсии, и завоз денег, и все остальное. Те, кто перемещены, со вторника здесь тоже должны, по моему поручению, получить вытяжку. Они у нас в квартирах сейчас живут. Многодетные семьи мы вывезли на прошлой неделе, три семьи. У двоих две беременные мамы и по четыре ребенка, а одна беременная, у нее уже пять детей. И они живут у наших волонтеров на квартирах. А вы что предлагаете? Возможность у государства будет сделать все, чтобы они вернулись назад. Чтобы мы навели мир. Давайте мы определимся. Если там война, и мы здесь строим границу, то тогда здесь их нужно облаштовывать. Если там мир, и мы наоборот ликвидируем границу, и сделаем все, чтобы восстановить места, где они жили, это правильно. И вот сегодня это мы пошли. Девушка из Славянска, мне благодаря. Девушка Алексеевич, значит, 7 числа прошла инаугурация президента. Мы, как нормальные, адекватные люди, уже поняли, что у нас есть президент. Мы возвращаемся домой из Славянска. И приезжаем где-то часов 10, успели из оставшейся остатков воды помыться, принять душ. Ну, ни воды, ни света нет уже, третья неделя в Славянске. И тут прямое попадание в дом. Ну, это хорошо. У нас попал в подъездный проем 4 квартиры. И, понимаете, пришлось опять назад возвращаться. Вот смотрите, по обращению ко мне донецкого мэра и министра внутренних дел, я отдал команду в субботу и в воскресенье с 7 утра, только в Славянске, прекратить огонь для того, чтобы дать возможность ремонтникам подойти туда, сделать воду и наладить энергоснабжение. Не получилось. Кто в них, кто, тоже где могли сделали, а кто в них начал стрелять? Не украинская армия. Вот зачем, что они сделали такого? Уже ребят, ну, это вот Славянску дать возможность воду подать. Нет. Поэтому вот наша позиция предельно приставит. В Славянске, в Краматорске, в Горловке, в Макеевке, в Рубежной, везде. Мы должны сделать шаги, которые позволят на сегодняшний день восстановить нормальную, отдельную жизнь. Но это не сделает президент один. И это не сделает только украинская армия. Это сделает тогда, когда мы все объединимся. Тогда, когда жители Славянска, жители Горловка, жители Макеевки поймут, что нам тоже нечего делить. Мы все должны выйти и говорить перед другом, должны находить точки соприкосновения, должны восстанавливать мир, должны восстанавливать жилье и все остальное. Мы понимаем, Петр Алексеевич, задача этой войны не уничтожить город, потому что у нас уже создаются впечатления, что у нас просто... Я же не говорю о том, что единственное, где сейчас, к сожалению, могут продолжиться действия, это если в рамках буферной 10-километровой зоны на границе с Россией. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, тяжелая военная техника, танки, системы залпового огня, пушки, они же попадали оттуда. И вот единственное, что может произойти, это если не будет восстановлена 10-километровая зона и пойдет туда, или военное вторжение летит. По всему остальному, вот завтра в Славянске украинские войска стрелять не будут. Спасибо. То есть мы можем позвонить сегодня в Славянск вечером и сказать родителям, идите за водой 5 километров, у них нет воды. Да, Петр Алексеевич лично пообещал. Завтра, подскажите им то, что я вам сказал. Вот видите, я же говорю под камерой. Ну, вы что говорят на камерах? Нет. Ну, я стояла под обстрелом Градом, и Град не принадлежит этому ополчению, либо России, либо как вы называете, мы мирные. Не совсем. Градом обстрелили эти самые ополченцы. Ну, Карачун был занят, Карачун был занят украшенными войсками. Мы же с вами сейчас здесь не дискутируем. Просто я была в Славянске, а вы были нет. Я был в Славянске. Ну, я там была жила, я вышла в Славянске. Я сейчас еду в штаб АТО, и я отдам там приказ. Будем за вас молиться. И если со стороны незаконных вооруженных формирований не будет, украинские войска атакованы, первыми украинские войска огонь не откроют. Никаких перемещений, никаких, больше там движений больше не будет. В течение недели. И вот за эту неделю мы должны сформировать совместные силы порядка, которые будут контролировать порядок в городе. Они не дадут развернуться мародерам. И начать процесс сдачи оружия. Чтобы зашли ремонтники, чтобы зашли пенсии, чтобы зашли зарплаты, чтобы начали функционировать магазины, банковская система. Проблема не только в том, что казначейство не функционирует и не перечисляет. Проблема в том, что наличных денег нет. А почему нет наличных денег? Потому что никто не везет. Потому что как только заезжает инкассаторская машина, ее тут же останавливают, грабят и деньги разграбляют. Деньги довезти нельзя. И вот как только будет система мира, я вас уверяю, 90% людей, по какую бы сторону антитеррористической операции не находились и не хотят мира. Я в это верю. Я сделаю все, что от меня зависит. Это вот, чтобы этот мир пришел в зону АТО. Неделя будет для того, чтобы те, кто хотят мира, сегодня обратились в том числе к незаконно-бороженному формированию. «Слушай, тебе ничего не угрожает. Президент примет амнистию. Президент пустит совместные силы для патрулирования. Сдайте оружие. Перестаньте убивать». «Но вы же отличаете мирных жителей. Вот моих родителей...» «Все словом, мы восстановили контроль над границей, он со стороны Российской Федерации попытался прорваться на территорию Украины. И он был захвачен нашими войсками. Вот внутри находятся документы. Вот военные части 18-й десантной бригады города Чечня. Вот оттуда приехали, захватили. Что им здесь делать? Ну что, мы без них не разберемся. Что он здесь делает? Вот зачем они сюда приедут? Ну вы же согласны, что не жители Славянска звали сюда? Нет, нет, нет. И вот поэтому жителям Славянска, нужно сказать, было очень много видео, когда жители Славянска говорили, «Вы здесь у нас ставите блокпост. Идите отсюда. У меня здесь дети. Я не позволю вам здесь стоять». Вот сегодня надо, чтобы этот голос Славянска был громче. Украинская армия свой шаг сделала. Реакция незаконных вооруженных формирований мне неизвестна. Но я очень рассчитываю на реакцию жителей Славянска. Мы на вас надеемся.